Добрый день, дорогие друзья! Как всегда, в 13.05 вас приветствует любимая программа «Универсальный формат» и я, ее ведущая, Юлия Север. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 202-11-22. Этот телефон вам дан для того, чтобы вы с нами связались, конечно же, задали свои вопросы, высказали свое мнение, передали привет. И все это возможно благодаря нашему прямому эфиру. Ну и, конечно же, ждите розыгрыш призов. Сегодня разыграем вам для вас сертификат на 500 рублей в кабинет красоты Татьяны Храмовой. Какой будет вопрос, узнаете чуть позже. Но сразу скажу, будет на тему о животных и для животных. Ведь сегодня поговорим мы о современных айболитах. Так назвали сегодняшнюю тему мы. Совсем недавно мы отметили, наша страна отметила праздник ветеринаров. Пусть, конечно же, это и профессиональный праздник, но я думаю, он для каждого где-то в душе остается праздником для тех, кто имеет домашнее животное, для тех, кто имеет любимого питомца. Потому что нам также важно, чтобы он был здоров, счастлив, ну и, конечно же, вилял хвостом от радости. Вот от наших сегодняшних гостей зависит их благополучие, я имею в виду домашних наших животных. Представляю вам, сегодня у нас Самарское ветеринарное объединение в гостях в лице Владимира Владимировича Бочкарева, заместителя и руководителя. Здравствуйте. Наталья Юрьевна Фурсова, хирург Самарского городского ветеринарного объединения. Здравствуйте. Ну и Ольга Васильевна Медведева, терапевт. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, сначала хочется спросить все-таки о вашем учреждении, как давно, какие задачи, ну, немножечко такая краткая историческая справка. Здравствуйте еще раз, Юлия. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Хотелось бы немножко заглянуть в историю и сказать о том, что ветеринарная помощь, по своей сути, она, человечество ее знает уже давно. Знает со времен не одной сотни лет, я бы даже сказал тысячи, потому что со времен Древнего Египта, Древней Индии, Древнего Рима, население, население неустанно обращалось за помощью к ветеринарным, так скажем, врачам. С того самого времени, по сегодняшний день, ветеринарная помощь, она претерпела очень многие изменения, и эти изменения можем сейчас видеть в лице нашей организации, которая называется Витцамарское ветеринарное объединение. О чем же речь, собственно? О том, что ветеринарная помощь сейчас превросла в более квалифицированную помощь, ветеринарные специалисты стали специалистами, врачами, и сама помощь, сама ветеринарная служба, она, по сути своей, стала разнонаправленной и выполняет большое количество задач. Если обратить внимание на наше учреждение сейчас, то те задачи, которые она решает, это, к примеру, это организация противоэпизотических мероприятий, организация лечебно-префилактических мероприятий. Это все область лечения, лечения домашних животных, непосредственно обращения с ними. Но помимо того, помимо того, учреждение выполняет те задачи, которые называются так, как организация ветеринарно-санитарной экспертизы. Это непосредственно область, та самая область, которая касательно, касается плотно с пищевой промышленностью. Именно и за благополучием в сфере, так скажем, человечества, и это очень акцентируется внимание на этом. К примеру, все же хотят, чтобы здоровая пища поступала на стол. Но здесь еще дело не только в пище, дело в сырье, которое используется для этого. Поэтому ветеринарные специалисты сейчас находятся у нас не только на, так скажем, на конечном производстве продукции и непосредственно сферах торговли. И непосредственно в самих производствах ветеринарные специалисты, они сейчас присутствуют. Так как нам необходимо убедиться, качественно ли сырье, которое будет потом непосредственно использовано для приготовления тех или иных продуктов питания. Да, обычно люди, потому что когда слышат профессию ветеринар, думаю, что это только люди, которые лечат непосредственно наших животных. Но нет, профессия гораздо обширнее, как вы уже сказали, это не только животных, но и за человеком следит, чтобы его здоровье не пострадало. Более того, хотелось бы добавить, что учреждение решает такие задачи, как проведение лабораторных исследований, потому что лабораторные исследования позволяют диагностировать те или иные виды заболевания. Лабораторные исследования также позволяют нам убедиться непосредственно с более углубленной точки зрения в том же самом качестве и безопасности продуктов питания. Тем не менее, учреждения, помимо всего прочего, проводят дезинфекционные, дезинфекционные и дератизационные работы. Для телезрителей поясню. Дезинфекция, все знают, что такое дезинфекция. У всех у нас присутствует моющее средство в наших домах, жилищах. Да, это понятно. Дезинфекция – это непосредственно та работа, которая направлена на уничтожение насекомых, которые, в принципе, являются у нас переносчиками тех или иных инфекционных заболеваний. Дератизация направлена на уничтожение численности синантропных грызунов. Это крысы, мыши. Они тоже зачастую являются переносчиками тех или иных инфекционных заболеваний. То есть здесь, опять же, мы наблюдаем, как учреждение и вся ветеринарная служба в целом, она решает те вопросы касательно и профилактики, и непосредственно лечения, борьбы с болезнями. Вот таким образом. Что же хотелось еще добавить? Всему этому помогает учреждению непосредственно хорошо развитая инфраструктура. Инфраструктура, в частности, сейчас у нас хорошо оснастилась учреждения государственные тем, что у нас и как закуплено большое количество гражданских машин. В частности, имеется в виду, это легковой транспорт отечественного производства, внедорожный транспорт, автомобили Нива были закуплены отечественного производства. Это помогает тому, что учреждения, в частности, специалисты, которые представляют нашу ветеринарную службу, они могут достаточно быстро, мобильно, естественно, оказать ту или иную помощь. Помимо гражданских автомобилей, у нас большой спектр техники, представленной, тоже имеется. Это непосредственно техника для проведения тех или иных дезинфекционных работ, закуплен крематор, транспортная техника и автомобили, оснащенные лабораториями. В общем, растете, развиваетесь, мало того, что помогаете, как Вы уже сказали, животным и за людьми следите, и вот не так давно отметили свой праздник, радостном событии. Да, конечно, у нас было радостное событие, событие, приуроченное празднику Дню ветеринарового работника. Праздник состоялся 31 августа, естественно, все на нем присутствовали, и вот хотелось бы как раз по этому поводу посмотреть. Да, давайте посмотрим, есть у нас сюжет, выезжала наша съемочная группа, посмотрим, как же отметили ветеринары свой профессиональный праздник. Врач – лекарь для человека, ветеринар – лекарь для человечества. В последний день лета люди этой профессии принимают поздравления и слова благодарности. В этом году профессиональный праздник ветеринара России отмечают во второй раз. Данного праздника никогда не существовало, и только впервые в том году этот праздник был узаконен, и он утвержден правительством Российской Федерации, как праздник ветеринарного работника. До этого, то есть три года назад, этот праздник являлся религиозным, в большей степени он был утвержден патриархом нашего государства, как День святых великомучих флоры и лавры. Благодарственные письма, дипломы, подарки. За своими наградами на сцену в этот праздничный день поднялись неравнодушные к работе, стремящиеся к новым профессиональным успехам специалиста. Таковых в Самаре немало. На протяжении ряда лет наша область продолжает оставаться стабильно-эпизоотически-благополучным регионом страны. Те результаты, которые есть в Самарской области в развитии животноводства, они впечатляют. Вы знаете, что по многим позициям мы сегодня первые на ПТО, а по ряду позиций первые в России. Здесь немалый вклад каждого сотрудника департамента ветеринарного. Потому что невозможно обеспечить здоровье животных, особенно людей, без того, что делаете вы. В нашей службе работают люди, в большей степени, наверное, душевные люди. Ведь качественные должны обладать любое животное. А те, кто любит животное, любят и людей. Государственная ветеринарная служба Самарской области насчитывает более полутора тысяч человек. Рука об руку трудятся как профессионалы своего дела, так и молодые специалисты. Но всех их объединяет одно – большое чистое сердце. Ну что ж, мы сегодня приветствуем именно современных айболитов, как мы назвали нашу тему сегодняшнего эфира. Увидели, что не так давно отмечали действительно ветеринары праздник. Те, кто присоединился к нам только что, говорю вам, что вы смотрите универсальный формат 202.11.22. Задавайте свои вопросы нашим телезрителям. Ну и, конечно же, ждите нашего розыгрыша призов. Итак, ну мы видели, что действительно праздник есть, празднику быть, престиж профессии растет. Вообще сейчас современные молодые люди идут ли к вам в профессию? Потому что наверняка многие в детстве мечтали быть ветеринарным. А вот те люди, которые уже отучились, которые уже осознанно делают выбор, идут ли к вам в профессию? Знаете, да. Люди идут. Вот и на фоне сейчас нынешнего уровня развития сельского хозяйства, так как государство сейчас у нас активно финансирует эту отрасль. Соответственно, у ветеринарных врачей появляется все больше и больше работы. И у нашего учреждения, в частности, возникает даже более, хочу сказать, востребовательное. Востребование в молодых специалистах, тем не менее, профили непосредственно, которые касательно ветеринарной специальности. Поэтому те молодые люди, которые сейчас непосредственно стоят на выборе том, какую профессию все-таки, какой профессии все-таки овладеть, всегда, пожалуйста, ветеринарные службы, они всегда, всегда найдут самоопределяться, найдут себя и, в общем-то, могут найти. Будут вас требовать, конечно. Хотят стать ветеринарами, идут, интересуются. Можно мы посмотрим, как делают операции, что там назначают. Можно мы там лабораторные что-нибудь посмотрим. То есть интересуются. При операциях хотят присутствовать очень многие. Ух ты, слушайте, ну это интересно. При операции, мне кажется, не каждый сможет, только смельчаки, наверное, попросятся на такое интересное. Наверное, те, которые уже все-таки больше не определились, да, не то, что там еще в облаках, наверное, все-таки уже более склонные к этой профессии, они уже хотят. Но это отрадно. Как вы сказали, что сельское хозяйство действительно у нас развивается, растет, и так понимаю, что растет и объемы работы. И вообще в связи с этим какая проблема, какие-то вопросы, быть может, возникают острые? Вы знаете, да, у нас существует ряд вопросов, но так как у нас эфирное время все-таки ограничено, хотелось бы обратиться к уважаемым гражданам, именно к предпринимателям той сферы сельскохозяйственной направленности, которая непосредственно занимается животноводством. На сегодняшний день, так как у нас активно эта отрасль финансируется, то у представителей данной сферы животноводства возникает большое количество, в принципе, возможности завести себе по голове скота и непосредственно на территории нашего субъекта федерации, на территории Самарской области. Зачастую, осуществляя ВОЗ, люди не совсем хорошо либо ориентируются в области законодательной базы ветеринарии, либо они просто стараются ее как-то, соответственно, варьировать. Здесь хотел бы напомнить уважаемым предпринимателям и всем гражданам, которые содержат личное пособное хозяйство. Обращайтесь в ветеринарную службу, согласуйте ВОЗ по голове на территорию, непосредственно прибегайте к профилактическому карантинированию, потому что в этом нет ничего страшного. Профилактический карантин это 30 дней, это возможность удостовериться в том, что по голове благополучно, в первую очередь, благополучно, не несет никакой опасности для здоровья и жизни граждан. Так как вы сами прекрасно знаете, что существует ряд опасных болезней, которые непосредственно опасны как для человека, несут угрозу, так же, как и для животных. Собственно, поэтому... Поэтому обращение, думаю, ваше услышано к людям, которые занимаются сельским хозяйством, которые обладают... Ну и потом лучше во время карантинирования все это выяснить, не тогда, когда уже будет поздно. Хорошо. Если говорите именно о домашних животных, давайте. Сейчас сентябрь, многие в преддверии нового учебного года хотят как-то разнообразить свою жизнь, имеют для детей, для своих, и покупают каких-то питомцев. Сначала на кошек собак не решаются, покупают даже маленьких, мелких. Скажите, пожалуйста, что нужно знать, что нужно понимать, чтобы приобрести вообще себе питомца? Это очень такой правильный вопрос, потому что многие будущие заводчики, они думают, что если они заведут маленькое животное для своего ребенка, то с ним будет проще за ним ухаживать, проще содержать. И очень многие покупают маленьких черепашек, маленьких птичек, тех же попугайчиков, а даже не знают, что с ними делать элементарно, не знают, как содержать. А ведь очень многие черепахи, пресноводные и сухопутные черепахи, даже птички маленькие, они несут очень серьезные заболевания для человека. Поэтому элементарно можно хотя бы просто подойти, получить консультацию, хотя бы узнать, что это за животное и что с ним, как его правильно содержать, и даже не знают, даже чем кормить. Поэтому прям вот хочется попросить, если вы завели маленькую черепашку или птичку, придите хотя бы просто проконсультируйтесь, хотя бы мы вам все расскажем, специалисты есть, как, что, как правильно, чтобы животное радовало ребенка, а не создавало в семье новые проблемы. Маленькое животное – это не маленькие, не всегда это маленькие проблемы, иногда это бывают большие проблемы. Бывает маленький хомячок и болеет микроспорией. Пока хозяева там, значит, найдут время прийти показать, уже заболевает вся семья микроспорией, микроспорией это лишает. Заболевание серьезное, лечится долго, в общем, от маленького животного можно. Поэтому ветеринар – это не только врач, который лечит, но и врач, который в первую очередь делает какие-то профилактические меры, поэтому необходимо прийти, понять, что как. Профилактика, она всегда лучше, дешевле, значит, чем лечение. Давайте с вами кратко поговорим о заболеваниях, которые могут возникнуть у домашних питомцев в осенний период. Вот сейчас на что стоит обратить внимание? Ну, вообще, вот есть такое заболевание, как пероплазмоз. Заболевание связано с укусом заразного клеща. Все владельцы животных, почти все знают об этом заболевании, но почему-то считают, что это заболевание весной, а осенью как бы вот забывают про него. А сейчас вот этот вот период, хорошая осень, теплая, солнечная, клещи как раз в этот период начинают нападать на наших братьев меньших, на собак. Поэтому до первых заворосков необходимо все-таки… До самых морозов, до снега почти есть это заболевание, встречается. Хозяева почему-то расслабляются, значит, считают, что это весной только, но нет. И поэтому хотелось бы вот обратить внимание, сейчас очень большое количество всяких аккорицидных препаратов, значит, и наружные капельки, и аэрозоли, и ошейники. Большое количество у нас вот в аптеке, в общем, в принципе, есть в достаточном количестве все это, можно прийти и приобрести. Потом, значит, многие делают такую ошибку, что ошейник одели и забыли. Значит, а в основном все эти препараты действуют один месяц или три месяца. То есть надо все-таки это опять же подкреплять. Да, то есть не вот так вот. И животное все-таки это забота, это внимание. И если вы будете к ним внимательны, то они будут вас только радовать. Что ж, спасибо большое. О другом спектре услуг, который предоставляет Самарское терминальное объединение, я предлагаю узнать из нашего сюжета. Вам спасибо, что были у нас сегодня в студии. Ну и примите мои поздравления с прошедшим праздником профессиональным вашим. Спасибо. Который, думаю, вас и нас, хозяев животных, радует. Что ж, ну а мы смотрим сюжет и возвращаемся в студию. Вовремя сделанная прививка – залог крепкого здоровья. Это золотое правило знает любой ответственный хозяин. Каждому зверю свой перечень прививок. Разобраться в тонкостях вам помогут специалисты Самарского ветеринарного объединения. Прививки нужно делать обязательно. Это, наверное, самая важная процедура. Именно нужно делать не только прививку бешенства, как все считают, но и вирусной инфекцией тоже. Вакцина делается раз в год, ежегодно, пожизненно. Первый раз вакцина делается в два месяца животному. Через 3-4 недели она повторяется. Желательно повтор делать вместе с бешенством. Вот именно как раз эта вакцина нужна. И потом уже можно смело с животным гулять, не опасаться ничего. Лабораторная диагностика, УЗИ, рентген, лечение кожных заболеваний, хирургия – это далеко не весь спектр услуг, предоставляемый ветеринарным объединением. Этот хорек ожидает стерилизации. Хозяин заметно волнуется. Однако напрасно. Стерилизация – операция не опасная. Главное – сделать ее вовремя. Ну, стерилизация кошек, собак и хорьков начинается с 6-месячного возраста. Чем раньше простерилизовать, тем лучше. Потому что стерилизация профилактирует опухоли молочной железы, опухоли яичников, опухоли матки. Существует мнение, прежде чем стерилизовать, нужно дать животному хотя бы один раз родить. Но это миф. Ветеринары обращают внимание – стерилизовать животное лучше в молодом возрасте. Мы стерилизуем кошек до 12 лет, собак до 10, тоже 12 лет, в зависимости от породы. Но это по показаниям. Это уже, когда заболевание имеет место быть. Здоровых животных рекомендуем стерилизовать как можно раньше. В Самарском ветеринарном объединении, кроме перечисленных выше услуг, можно оформить сопроводительные документы. Такое свидетельство необходимо при вывозе питомца из города. Документ выдается только в государственной клинике и при соблюдении следующих условий. Для того, чтобы получить этот документ, животное должно быть клинически здорово. Во-первых, не должно иметь кожных заболеваний. Животное должно быть заблаговременно вакцинировано. Хотелось бы обратить внимание владельцев животных, которые живут не в Самаре, а в районе. Ехать оттуда в Самару, для того, чтобы получить этот сопроводительный документ, нет никакой необходимости. Значит, если вы приехали в гости и гостили в Кенель-Черкасса, то там идете в местную ветеринарную службу, и там получаете ветеринарный сопроводительный документ на возвращение обратно к вам домой. Домашний питомец для многих становится настоящим членом семьи. Когда болеет верный друг, который не может говорить и пожаловаться, переживаешь не на шутку. В Самарском ветеринарном объединении вашего любимца поймут и помогут преодолеть все недуги. Что ж, ну а мы, я хочу вас познакомить с прекрасными людьми, которые занимаются разведением, правильно, так сказать, лабрадоров. У нас есть, кстати говоря, питомец этого питомника. Это замечательная девочка, которая просто суперспокойная, суперумная, так понимаю. Ну, расскажете нам о ней поподробнее. А пока представляю вам, собственно говоря, людей, которые к нам пришли, не только собак. Итак, у нас Людмила Кирьякова, извините, пожалуйста, руководитель Самарского филиала питомника лабрадоров и ритвиллеров Стелла Феделис. Правильно называю вас? Следом, сей, Вячеслав Кирьяков, председатель ревизионной комиссии городского общества охотников и рыболовов. Собственно говоря, тот человек, который умеет делать так, чтобы собаки понимали, что делать им на охоте, правильно? Да. Натаскиваете собачек. Да. Отлично. Ну и Ирина Кромакова, владельца лабрадоров, которых, к сожалению, сегодня нет. Да, к сожалению, приболел немножко. Ну, расскажите нам о нем. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, о своем питомнике. Как вообще давно существует он в Самаре? Почему лабрадоры? Почему именно эти животные? Питомник наш достаточно молодой, ему всего 7 лет. Но это молодость считается. Да. Для меня лично это весомое. Для питомника, для разведения это вообще очень короткий срок. У нас очень много филиалов по России. У нас представительство в Казахстане, в Сургуте. Наши дети по всей России, от Хабаровска до Сочи. Почему лабрадоры? Ну, наверное, потому, что эта порода не похожа ни на одну породу, которая сейчас существует. Даже несмотря на то, что и не из-за того, что это собака Путина, как все любят говорить, и также собака, мало кто, наверное, знает, но и у Брежнева был первый лабрадор. Да. Того, что они все-таки самые добродушные, самые милые, самые добрые, они самые покладистые. Но и главное, у них нет агрессии к человеку. Это действительно, да, любвиабельные собаки. К человеку, да, у лабрадора нет. И именно это мы пытаемся сохранить. Для нашей породы агрессия – это порог. Разведение, конечно, занимает, ну, так же, как и лабрадоры, большую часть нашей жизни. Они стали нашей жизнью, они стали частью нашей семьи. Питом них очень большое внимание уделяет, конечно, разведению, потому что мы хотим, чтобы нашими лабрадорами, российскими лабрадорами, самарскими лабрадорами, мы гордились, чтобы они выступали на выставках, чтобы их знали, чтобы их замечали, чтобы их покупали. Потому что получается, что сейчас мы импортируем крови. Даже в связи, вот такая ситуация в стране сложная, и политическая ситуация в стране, и экономическая, но мы привозим новые крови. Вот только что мы привезли из Канады мальчика шоколадного, только, конечно, для сук-питомника. Он не будет так широко вязаться, потому что это в первую очередь нужно нам. И еще очень важно для разведения, все собаки наши проходят тестирование, потому что есть наследственные заболевания, такие как дисплазия, миопатия, пра, это глаза, наследственные заболевания, слепота. Все наши собаки, которые идут в разведение, они все проходят через тесты. Если этих тестов, например, нет на России, мы делаем это за границей. Наши собаки участвуют на выставках, шоу, ну и, конечно, главное, потому что мы с мужем все-таки больше именно занимаемся охотничьим собаководством, лабрадоров, потому что это, ну, в нашей стране это еще не очень развито. Хоть стремительно порода, конечно, очень стремительно набирает в России просто огромными темпами популярность, вот, но мы все-таки склоняемся к тому, что главная цель, для чего они были выведены, это охота. Охота. И все-таки природные какие-то задатки должны воплощаться в жизни. Хорошо. У нас есть вопрос для наших телезрителей, как сегодня уже было сказано. Ну, вопрос достаточно легкий, как всегда, задаю вам что-нибудь такое легенькое, чтобы вы быстро справились с ним. Сертификат на 500 рублей в кабинет красоты Татьяны Храмовой разыгрываем мы, ну, а вопрос звучит следующим образом. В каком году Корнечуковский опубликовал свою повесть «Доктор Айболит»? 202-11-22. Телефон доступен для ваших звонков, звоните, кто первый ответит, собственно говоря, тому и приз. Ну, а хочется спросить про, если охоту уже заговорили, на кого охотится? Я так понимаю, что все-таки к Вячеславу больше, да, этот вопрос. На кого охотится? Как зовут собаку и охотница ли она? Конечно, это Стелла Фиделис Берета Хантерпол. У меня кличка, я беру Бетта ее зовут. Бетта? Да. Собаке этой скоро 7 лет будет. Охотится она с полутора лет. На кого? Кто? Есть всякие рабочие сертификаты, дипломы первой степени, всякие-всякие размеры, международный рабочий сертификат, медали много. Но это параллельно мы делаем. Основное, конечно же, мы занимаемся охотой. На кого охотимся? По птице эта собака охотится, по водоплавающей, по полевой. Полевая, конечно, не основное предназначение, а основное по водоплавающей. Насколько вообще сложно натаскать собаку? Сколько времени необходимо? И можно ли это сделать хозяину, который не обладает какими-то навыками? Именно хозяин это и должен делать. Но человек, который этой целью задался, я бы совет дал прежде всего начать это делать со специалистом. Хотя бы начать. Потому что испортить что-то, две природных данных, заодно занятие можно. Исправить потом очень сложно, а что-то и невозможно. Поэтому начинать лучше со специалистом, конечно. И потом дальше уже в процессе самому все можно делать, когда специалист свои рекомендации даст. А сколько времени потребуется для подготовки собак? Ну, у всех индивидуально. С какого возраста? Ну, тут разные мнения существуют. Многие старые люди, эксперты, говорят, рекомендуют раньше шести месяцев не начинать с собакой заниматься. Я рекомендую всем заниматься с того момента, как только собачка дома появилась. Слушайте, ну это на самом деле очень рано, мне кажется. Это для меня. Я имею в виду азами заниматься, то, что касаемо охоты, подачей. Наши собачки очень любят подавать. Они обязательно птичку какую-то или на охоте это используют. Это и в дом, просто у кого собачка для дома, для семьи, она может также применяться в свое удовольствие. Причем собачке это удовольствие ставить не меньше, чем человеку. Подавать любые вещи. Свыше ста команд собачка может запомнить, если правильно к этому подойти. Она может там дистанционку подавать, тапочки, газету, причем по названию предмета. Все, что угодно, можно научить собачке расподавать. Полодой классик. Все это она понимает. Если правильно, опять же, правильно подходит. Абсолютно. У нас человек с собакой один в магазин ходит, он сумки сам не таскает. Слушайте, это... Специальная сумочка, он туда все ей складывает, она ему до дома несет вместе. Вы меня прям поражаете. Неужели правда есть? Да, купил у нас пограничник собаку. В три месяца она уже знала все. Абсолютно все базовые команды. Очень быстрая обучаемость. Хочется обратиться к Ирине, как, собственно говоря, владельцу, который, я так понимаю, поделили курсы, да не знаю, дрессировки собак. Конечно же, конечно же. Хочу сказать огромное спасибо нашим заводчикам, которые подарили нам такое счастье иметь лабрадора. Он у нас, правда, не коричневый, а черный. Сегодня, к сожалению, я не смогла его привезти, потому что заболела собачка. И не смогла я его привезти. Отдыхает дома. Отдыхает дома, да. Собаки просто идеальные для семьи. Кто-то говорит, что в квартире такую большую собаку держать невозможно. У нас вот тут девочка, она, конечно, поменьше. У меня кобель, он гораздо крупнее. Нет ничего подобного в квартире. Они великолепно уживаются. Не обязательно для этого иметь огромный дом. С детьми великолепно ладят. Великолепно ладят с другими людьми. Это собака просто идеального характера, так скажем. Поддается дрессировке моментально. То есть, если правильно подойти к этой ситуации и, опять же, начать действительно заниматься со специалистами, то никаких проблем никогда у вас с лабрадором не возникнет. Ну, минимальный груминг, чем мы удобны. Да. Груминг у нас минимальный. У нас мы протерли тряпочкой, так скажем. Постригли ногти. И уже красиво. У нас есть звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Альбина. Альбина. Есть ли у тебя домашний питомец? Вообще, я хочу собаку очень, но у меня не получается, потому что у меня у мамы астма. Но все равно я... У меня есть улитка. Улитка. Ну, быть может, когда-нибудь, когда станешь взрослой, будет у тебя и собака. Что ж, давай расскажи нам, пожалуйста, когда же Корнечковский опубликовал свою повесть «Доктор Айболит». Читал ее? Да. В детстве, да. Какой? В 1929 году. В 1929 году написал? А... А... Это я не знаю. А опубликована была. Так, не можем засчитать, к сожалению, ответ, потому что это именно... Я спросила, когда была опубликована. Поэтому звоните, дорогие телезрители. Кстати, быть может... Кстати, мы еще таз могут делать. Есть ли противоалергенки? У меня астма. Угу. Так. Дело в том, что у нас двойной подшерсток. Уважаемый телезритель, ответили неверно, поэтому ждем другого звонка. У собак двойной подшерсток? И наша шерсть, она тяжелая. Она падает, она не летает. Угу. Поэтому проблем вот у меня вообще нет с ними. Угу. Опять же... Мы настолько универсальны, что... Ну, я так понимаю, чтобы все-таки собака действительно служила верой и правдой, чтобы она была красива, чтобы она была умна. Так или иначе, надо позаботиться о хорошем питомнике, о хороших заводчиков. Так? Это естественно. Это естественно. Покупать с руку неизвестного питомника, это... Это... Ну, это чревато тем... Не гарантия успеха. Да, это чревато тем, что... Вам спасибо большое, что были у нас сегодня в студии. Не получите хорошего события. Мы встречаем новых гостей, ну и, конечно же, смотрим сюжет. Пока. Мне их очень жалко. Очень. Я жалостливый вообще сама по себе человек. То есть, вот когда я была маленькая, для меня 1 сентября очень редко существовало. Потому что к 1 сентября у меня постоянно был лишай. Да, потому что у меня все маленькие котята были за пазухой. То есть, ну и, само собой, я их сейчас очень люблю. И, там, если я вижу, что котенку плохо, то, конечно, я его покормлю. Ну, очень жалко. Я помогаю, и я против того, что там их отлавливают куда-то. Я за то, чтобы им помогать. И чтобы люди относились к ним по-людски, скажем, как к братьям нашим меньшим. А я всегда подбираю. Я не боюсь. И, честно сказать, я не видел их, не встречаю. Ну, мы взяли одну собаку домой. На улице нашли. Вот. И жалко их, конечно, что я помогать надо. Подкармливаете? Да. Мое мнение, что бездомных животных не должно быть. С этим нужно бороться. Ну, и, конечно, вызывает опасность. Особенно, если это бешеные собаки. С этим нужно бороться. Ну, это должно уже государство нас заботиться. Ну, и мы должны в то же время не допускать таких случаев, то, что животных выбрасывать. Я животных безумно люблю, особенно собак. То есть, если мне на глаза попадается, ну, собака, которая, например, ну, не может ходить, ну, то есть ковыляет. Я даже захожу в магазин, пытаюсь, ну, даже не пытаюсь, а покупаю что-нибудь там, сосисочки или чуть-чуть колбаски. Что ж, мы встречаем новых гостей. Рядом со мной расположились кубки, дипломы, какие-то интересные всякие раздоказательства того, что вот этот вот прекрасный мальчишка у нас заслуживает очень много-много-много наград. Итак, Наталья Менделеева, руководитель питомника помирянских шпиццев. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Как зовут? Милашка Пом, чемпион, а дома просто бантик. Просто бантик, отлично. Так, ну и рядышком сидит у нас Анастасия Корясова. Корясова. Корясова, извините, пожалуйста, Анастасия. Руководитель, ох, выговорить бы мне это название, хендлинг зала априори и фитнес-тренер, и хендлер. Что такое хендлер? Пожалуйста, первый вопрос, наверное. Хендлер – это человек, который выставляет собак на выставках, который представляет ее эксперту, показывает все сильные и лучшие стороны собаки, естественно, пытается скрыть ее недостатки. Как фитнес-тренер – это человек, который помогает в развитии собаки, в правильном развитии собаки, и физическому развитию, и также реабилитации после травм. Так, ну давайте примем звонок, пока у нас любовь разыгралась к хозяйке, примем звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, я даже не вижу. Елена, отвечайте на вопрос, в каком году опубликована повесть доктора Айболит. 36-й. 36-й год, я вас поздравляю, это верно, ответ, сертификат на 500 рублей в кабинет красоты Татьяны Храмовой достается именно вам. Так, ну мы понимаем, что это девочка, как зовут? Ее зовут Стелла Фиделис Махита Куба. Ну, по-другому, как раз из того питомника, который только что был представлен у нас. Я являюсь хендлером, да, этого питомника. Ну, она еще у нас подросток. В Кубе 15 месяцев, но к своим 15 месяцам мы успели получить такие титулы, как юный чемпион национального клуба породы, чемпион национального клуба породы, юный чемпион России. Сейчас вот стремимся закрыть уже взрослого чемпиона России, ну и стремиться к дальнейшим нашим достижениям. Планируем выступать на чемпионате мира в следующем году в Москве. В общем, цели далеко идущие. Ну да, к 15 месяцам я считаю, да, что это заслуги достаточно хорошие для собаки. Наталья, ну мы узнали, что лабрадоры очень любвеобильные, очень милые животные породы собак. Почему вам нравятся шпицы? Веселые, задорные. Вдобавок, так как я еще и грумер, я считала всегда, что за такой шерстью нужен большой уход. Но оказалось-то, в принципе, нет. Мне еще это прельстило в этой породе. Хорошие. Подходят всем абсолютно членам семьи. Ну мы видим, спокойные, да? Да, общительные. У меня приезжает крестница, так она не отходит от них. А как давно вообще? Ну мы действительно видим, вот это как раз ваши награды. Как давно питомник существует? В этом году 10 лет. 10 лет. Много чемпионов воспитали? Достаточно много чемпионов. Да, то есть и юные чемпионы, и чемпионы России, и чемпионы РКФ, и чемпионы национального клуба, даже гранд-чемпион России. А сейчас есть те, кто вот ждут свою семью? Жду своих мам и пап. Сейчас есть детки от этого мальчика, чудесный белорыжий, мальчишка, ювелирное чудо-триумфатор. Дома он просто пряник чудесный. И девочка рыжая-соболиная. Очень хорошие детки. Уже мальчишка выставлялся на выставке, стал лучшим бэбиком породы. Так что ждем, когда придут за ним хозяева. Хорошо. К Анастасии хочу обратиться кратко. Ну, вы как фитнес-тренер для животных. Вообще, насколько важна активность для собак, активная прогулка, выгул? Я считаю, что, во-первых, не надо забывать о том, что приобретая собаку, вы погружаетесь в определенный мир. Мир и спорта, и определенного искусства. Вот для малышей, наверное, как груминга искусства именно. Я призываю к тому, чтобы собаки, попадая в семью, вернее, хозяева, которым они попадают, не забывали, что это физические нагрузки, обязательные. Для собаки, то есть без правильных физических нагрузок, ну, нереально вырастить, ну, как чемпион нереально вырастить без правильных физических нагрузок. То есть собака не только должна приносить вам радость, но и вы должны ухаживать за собакой. Если у вас активная, не забывайте ее выгуливать, кормить правильно. От вас советы такие, наверное. Что ж, вам спасибо большое, вашим питомцам, конечно же, счастья. Пусть они улыбаются, а они умеют улыбаться, я в этом уверена. Что ж, дорогие телезрители, я надеюсь, если у вас есть животные, вам будет полезен наш сегодняшний эфир. Ну и, конечно же, до встречи, как всегда, в прямом эфире в 13.05 каждый будний день. Субтитры подогнал «Симон»!